Девушки отдыхают И вот однажды, как раз на евре, когда стоят такие холодные темные дни, никак не хочется просыпаться, идти в школу и уже совсем не светить ей в школьный завтрак, а настроение довольно сварливое, конечно же дали котлеты. Когда я их увидела, у меня в животе сразу как-то стало. Куда бы, думаю я, эту котлетину деть, чтобы никто не заметил, потому что учителя следили, чтобы мы все съедали на школьных завтраках и от этого хорошо учились. Неподалеку стоял мальчик у фамилии Рапопорт. Он был отличником, но шуток не понимал. Ему скажешь, Рапопорт аэропорт, на колесиках приехал. А он думает, что это обидные неприличности и бежит ябедничать. Я стала смотреть на Рапопорта и думать, как он всегда ябедничает, влажничает, воображает. Конечно, воображал он не больше других, но у меня было такое сварливое настроение, что он казался главным воображалом всего нашего района или даже всей Москвы. К тому же я разглядела, что Рапопорт не ест противные котлеты, а спокойно запивает чаем пирожки и бутерброды, принесенные из дома. Наверное, заполучил справку от врача. Это разозлило меня до полного умопомрачения, и я, что было силы, запустила котлеты в Рапопорта аэропорта. Но котлета не долетела. По дороге котлета зацепилась за широкое плечо нашего физкультурника и угодила прямо в лоб иностранному туристу. Турист огляделся, встрепенулся и дружелюбно улыбнулся русской детворе. А котлета отскочила от эволба и аккуратно приземлилась в сумочку учительницы по музыке, которая мирно пила какао с коржиком и увлеченно читала журнал «Музыкальная жизнь». Самое удивительное, что никто ничего не заметил. Рапопорт слопал свои бутерброды, туристы ушли осматривать медпункт, а учительница по музыке, не отрываясь от журнала, захлопнула сумочку. Представляю, приходит она домой, или еще лучше, к ученикам, или идет с женихом в кино, смотрит жалобный фильм, открывает сумочку. А там ужас какой-то. С тех пор я больше никогда не кидаюсь котлетами. Вдруг они окажутся такими же прыгучими и попадут совсем не туда. А может, таких прыгучих котлет больше не делают? Из чего же были сделаны те котлеты, что у них была такая повышенная прыгучесть?